Музыка Выставка, которая в этой основной части нашей галереи, в центральной части галереи, была задумана в Осташкове, в кругу друзей, друзей, друзей. В очень уютном, в очень теплом и сердечном домике, где были написаны вот эти работы потрясающие, где живет Саша Гусин. Я вам сейчас еще покажу, это у Сихи Кукина. Деревья, как у Брегеля, кругом ученые раскресты, ветви, кругом толпа народа, что-то плачет, боль без убитых матерей и горькое молчание беспомощных отцов. Что-то кого-то бьют, закажут, кто-то ест, среди толпы мелькают и смеющиеся лица. Ход-дог, ползет автобус, весь битком набит. У стаофора Жигуленок столкнулся с иномаркой. Крепкий мот витает сизом в воздухе морозном, и к нему поднимается, где ангел. Меч истребление узким, длинный меч в руке нежнейший держит наготове. Душераздирающая история-то, да? Да, очень интересно рисовать, а когда много еще нарисовать-то? Конечно, пожалуй. Десять лет назад я приехал, при странных обстоятельствах, в город Осташков, который для меня всегда был таким, ну, далеким концом железной дороги, да, вот куда вот, ну, добраться очень трудно. Туда в советское время ходил такой поезд, 666-й, два раза в неделю. И уходил в четверг, а возвращался в субботу. И тут, находясь под Можайском, мне звонит мой друг Миша Кукин, поэт, который говорит, слушай, тут что-то происходит невероятное. Я говорю, Миша, а ты где? Он говорит, в Осташкове. Я говорю, а что невероятного? Ты знаешь, говорит, ну вот ты помнишь мою яичницу, стихотворение? Ну, такое длинное стихотворение, написанное тяжелым таким языком греческим, таким гигзаметром, там, муза, приди, дай поведать далеким потомкам, как меня Дима Шумилов яичницу делать, учил. И дальше описание яичницы такое подробное, что там надо взять пиво выпить, там, закурить сигарету, поискать спички, там, зажечь все это. Ну, точно, на две страницы, такой длинный, занудный в чем-то текст, который кончался. Смерть-то, она же, говорит, где-то вот находится, но вот смысл, говорит, вот избежать этой смерти, это вот рецепт этот. Спокойно живи и не тужи, в общем, делай, как написано, и смерти избежишь. И это стихотворение, конечно, читали только я и Дима Шумилов, наверное, так мне казалось во всем белом свете. И Миша говорит, ты представляешь, тут знают наизусть мой стих. Я говорю, Миш, ты, наверное, там, выпил лишку, там, или чего-то, травы какой-нибудь объелся, там. Он говорит, да нет. Я, говорит, приезжаю, а мне говорят, ты же автор яичницы. Я говорю, ну, ты знаешь, не верю. Он говорит, ну, приезжай. Я приезжаю, сидит совершенно счастливый автор яичницы, которого все знают. Куча народу вокруг местных Асташей. Он говорит, ты знаешь, я попал в край Фиаков. Тут, говорит, остров. Асташков представляет такой полуостров, ну, почти как напоминает Манхэттен. То есть там прямые улицы такие, стрит и авеню. То есть ничего такого хитрого нету. И старинный, там, попадаешь в 19-й век. Лошадь ходит по магазинам. Причем, ну, так, она приходит в магазин, лошадь, ест крупу, там, с прилавков. Продавщицы визжат. Так все это весело достаточно. И машин нет практически, там, ну, 2-3 машины, там, стояли на улице. Это был, ну, такой 2000, там, начальный год. А люди, которые собрались вокруг Миши, очень такие разумные, начитанные. Размышляют обо всем, обо всем имеют свое суждение. И вот один из героев, собственно, был Саша Гусева. На Секи Кукина картина, вот, знаете, вот, в одном из писем Плиния Лаврентума описано так, выходит на три моря, три клилии, волны к стенам подступают, и брызги штор до окон достают. Вот его, вот это вот. Давайте я вот сниму, если вам интересен. Я вам сейчас еще покажу. На Секи Кукина. Ой, блин. И так сложилось, что продавали дом в Осташкове. Старый дом, которому 200 лет, с лишним, но без крыши. Я подумал, что мне такой дом страшно нужен, тем более он стоил совершенно каких-то смешных денег, даже по тем временам. А дом я как раз искал и собирался куда-нибудь спрятаться от наваждения московского. Ну и я так смело как-то туда так ступил, в этот мир такой новый, там, 19 века, как мне показалось. И первым делом, что вот было самым большим подарком, это стало холодать осенью. И Саша у меня шил, вот Саша Гусев, он прекрасный портной. В 70-е годы шил джинсы такие, писал стихи, играл на гитаре. В общем, хиповал как мог там в Осташкове. И там свои какие-то мысли. И он мне тут же шил прекрасный тулуп. Из козы, которая, казалось, у меня висела какая-то шкура, он говорит, хочешь вот из такой вот козы там? Я говорю, прекрасно. Он шил, и мне сразу стало тепло, уютно. Когда еще их не было в продаже, а Саша раз-раз за вечер сошьет. Как такой карман можно сделать? Это потрясающе. Все, муж. Когда он шил брюки, люди мне рассказывали, вот уже, которые давно-давно, говорят, пришел, говорит, сидит этот он за машинкой, на меня поглядел, материал взял. Ну иди, говорит, а что идти-то, ты даже меня не поверешь. Да я вижу, что ты как я. Я говорю, ну ладно, мне он налепит. Пришел, говорит, как влитой, да, влитой, говорит. У него отец шил вот овчину. И он. А мы все над ним смеялись. Сашка, ты, наверное, учился. Ничего я не учился. Я говорю, а как ты мог так научиться шить? Выпить не на что бы. Вот он учился. Я говорю, ну не болтай, а. Да? Материал, когда продавался, он жился в неком, он говорит, ну трюк с тобой, что помните в таком времени? Монтана, а что у тебя таких смыслов? Так это юбилейные, говори, наверное. Саша, день. А, вот. О, красота. А раньше такие дошили. Боже, какая роскошь. Так чего фавана? Потом надо печку чинить уже, потому что зима близится. Я прихожу к Саше, я говорю, у меня печка просто вот совсем развалилась, надо бы там перебрать ее. И начинает мне рассказывать, какой там печник был, все в подробностях, в деталях, вот ровно так, как на картинках. То есть вот подробно рассказывает про печника. Я говорю, ну что, можно с ним познакомиться? Ну, говорит, нет, наверное, помер он. Я говорю, ну, говорит, да и печник так себе был. Потом эти странности, воссташки, они настигали меня там. Вот это вы смотрели здесь, Денек? Нет, не смотрели еще. Да. Вот. Это другая. Это называется, ну, вот так можно. Это вот, вот, воскресный денек. Вот это место, вот как раз утром зовут, где вот ходили сегодня на пляж. День десантника здесь заодно встречают. Ну, здесь интересен центр картины, вот здесь вот. Плавающий. Можно было назвать, отряд потерял, как... Не заметил потери бойца. Заметил потери бойца, утонул. Да. Такой был духовный предводитель остатков, отец Василиану Сталис, который приехал туда, как все предполагали, ну, такой чекистом туда приехал, туда старого священника сослали в Казахстан, такого хранителя, Нила Столобенского. И дальше, там, я читаю какие-то записки, там, 50-х годов, комитет по делам религии, да, пишут, зачем вы прислали нам нового батюшку? У нас был хороший, духовный батюшка, а вы прислали нам колхозного вида, бритого, стриженного, без бороды. Верните нам нашего батюшку старого. И этот недуховного вида батюшка, конечно, никого не вернули, он остался. И он потихоньку, он приехал из Белоруссии, он потихоньку втянулся в жизнь остатковскую и стал почти святым уже к концу. Там уже вообще никто никаких претензий к нему не мог иметь. То есть его уже почитали просто при жизни как святого почти, то есть как старцу. Спрашивали, можно ли пить Кока-Колу, нельзя ли пить? Он на все имел свое мнение, очень был такой человек прозорливый, и все очень радовались, страшно, потому что мнение всегда радовало его. Чего не спросит, все получалось неплохо. И вот он скончался в какой-то из дней, я просто к тому, что Осташков место странное, и пошли все прощаться, а я уже к тому времени, ну, 6 лет прожил в Осташкове, и как-то уже и знал и отца Васиана, и там прихожан многих, и тоже пошел прощаться. И при входе в храм я получаю приглашение. Там стоят все к гробу, и приглашение читаю. Отец Васиан приглашает вас сегодня оттужинать в ресторане Ашкен. У меня опять волосы дымом стоят. Как они? Он лежит в гробу, священник, лежит в гробу, все его целуют в лоб. Он приглашает меня в Ашкен. Ашкен такой армянский ресторан на окраине Осташкова. Такой весьма буйный ресторан. Потом я переворачиваю, оказывается, ну, это отмечали 50 лет служения отца Васиана. Когда-то в прошлом году, а эти вот буклетики решили по случаю похорон просто раздать память. А я-то не в курсе всего этого. У Саши много очень вот этих историй в жизни. Тут есть сюжеты более древние, такие, ну, как 70-х годов, там, 80-х годов. Мы висели дежурные стаканчики здесь выпивали, так, скамеечки вот стояли. В центре была клумбочка и ваза тоже с цветами стояла. Это австарский механический техникум здесь, здесь финты, да, это финансовый техникум женский, да, это там женщины, девушки с днём учились. И вот они вот после уроков, а может, уроки прогуливают здесь. Идейные будем, так сказать, да, идейные наши, да, пенсионеры, да, вот. А это воспитание их Павлика Морозов, раз всех и заложил. Здесь вот там справа, видите, там маленький, ну, папку заложил маме, вот она идёт с этой вот суки. Папку заложил, а здесь всех заложил, вот этот Павлик Морозов. Осташков – это озеро, с которым, ну, происходит там такое, как у Руссо в картинках. То есть, ну, летают на аэропланах, там, там, мой друг, там, вот, и Саша, вот, Миша Сергеев и Петя Сергеев, они обозначены МС и ПС, они летают на кайтах, там, развлекаются. Ну, то есть, жизнь как-то идёт, там, она идёт, кто-то сидит, пьёт тихонечко, кто-то, там, пытается неба достичь, там, как и карт. И вот это вот разнообразие осташковской жизни, такой вот, здесь, мне кажется, очень хорошо показано, при том, что надо относиться к этим людям, то есть, с подозрительностью после всего сказанного. Кто вот этот постоянный персонаж, присутствующий на всех картинках? Может быть, это я. Да, да, да. Рисует нашу прутку, когда была до войны, там катались на коньках и сидел духовой оркестр на этом островке. Я маму специально спрашиваю, объясни, как это всё было. Надо спросить, да. Я говорю, там пары такие катались, в юбочках, в этих, вот, на прутке. Ну, вот, на прутке вот здесь. Что, там на островке, наверное, туда был мосик, только с другой стороны шёл мосик, и там продавалось, варёк был, потом стали туда падать, это запретили, потому что мужчины туда, и было освещено там, как я помню. Ну, я помню, потом было что там? Ёлка, я не помню. Пристань, даже вот бывает пожарная, вот эта пристань была, помнишь, что ли? И у нас сложилась достаточно такая, ну, хорошая, тёплая компания, куда стали приезжать, ну, все наши друзья вот. Тут будет что? Пока Коля мается в Москве, что-то такая справа, да, здесь... А, смотрит на Белый дом, ты видишь? Да, Белый дом, это у всего офиса, да, она сидит там. А это здесь что будет? А здесь будет, для Коли все готовы расстараться. Повылезли, друзья, подвылезли из тёплых нор помочь. А здесь уже, и, как бы, и сколько всех дровишек тепла будет написано. А здесь машину встретить дров, матчис, наполенится на Кольном участке, пока в Москве он мается, сложить стратегия, как, боже, день и сна. А тактики разумнее обучаться по ходу делом, начинаем жить. Сначала сын, потом жена и дочь, а там и Арчи, Миха, дядя Федя. Тот перепил, тот упалил плеча. Повылезли из тёплых нор помочь. А вот и Саша гусит мимоедик, нам зарулил, сказал, что по ночам. Не спит, чего-то делать ничего не делает, а ляжет и лежит. Да хоть дровишек покидают, что ли, простое дело лечит от всего. Тут и Андрей Захаров к нам спешит, всем расстараться хочется для Коли. Сухой берёзы дух нас окружает, и тени туч бегут по деревам. И слышится, полешек, штук ритмичный, покуда с горкой тачку нагружает. Наш Миха затевает гимн дровам с пристрастием к риторике античной. А Миша вот, значит, он здесь, а так он вот здесь, наверное, где-то здесь. О, сколько же в дровишках сих тепла, и посидел у костра и споров, и стопок опрокинутых и песен. Осенняя пусть обступает мгла, пусть свой зима показывает норов. Наш скромен стол, зато друзьями тесен. О, сколько же в дровишках сих тепла. Какими же мы склонялись дураками, как прояснились бедные умы. На отдых заработанное право, не в офисе, а просто так руками. Сколь для души позитивный, а мы, по большей части, мудренноствуем лукаво. Вся команда, так сказать, сбора. А здесь напишу памятник истории. Игорь Фёдоров падал, сюда падал Игорь Фёдоров, в колодец. Приветствия Саше Гусеву, рыбаку и художнику. Привет тебе, Саша Гусев. Жил жизнью, рыбачил, пил. Откуда ж, спросить боюсь я, вдруг творческий взялся пыл. Как с духом сумел собраться, ведь с лихуем шестьдесят. Уже на выставках, братцы, картинки его висят. В них всякая лыка в строку. Вот, ходит чуток косой, врезает прямо с порогу. А ты видал, Пикассо? Пока мы торчим в гаджетах, его навещает Бог. Невиданные сюжеты, кубизмом дышит лубок. С секретом отчизна наша, аж весело самому. Твою с удивлением, Саша, беспалую руку жму. Больше всех, наверное, провел времени Костя Гадаев, не Миша, даже Кутин, который первый приехал. И написал, ну, как минимум, две книги. Такие уж совсем прям связанные со Сташковым. Это вот июль и книга Вакшатцо. В этой книге как раз Костя тоже попытался взглянуть глазами, ну, жителя небольшого города, в котором все друг друга знают, там, не утаишь ничего особенно друг от друга. И Вакшатцо название, собственно, название Сташково, да, вот, когда подходишь к пристани города, то такие огромные буквы на пристани со стороны озера, они такие вот бетонные буквы, они читают Шасташков. То есть, поскольку со стороны озера мало кто прибывает, то они читаются как Вакшатцо. И вот в этом абсурде там неком люди живут, они как бы живут в этой Потудане, там, ну, в Зазеркалье некотором, да, таком, в этом вот городе, где, собственно, Саша вот и начал творить. А творить он начал недавно сравнительно, ну, лет пять, да, Саша, наверное. Ну, причина такая случилась не очень, ну, физически такая, правильная, то есть... Ну, я рисовать стал 51 год, 51 год, вот, да, вот у меня 50, я отрезал себе два пальца, Ван Гог ухо и отрезал одно ухо, я два пальца отрезал. Какой целью? На пилораме работала у меня такая пилочка, знаете, сейчас все продается же, может, все нужно попробовать. Подумал, ну, на гитаре играть плохо, буду картины писать. Чтобы не подать духом, я стал рисовать. Ну, год я мучил, наверное, природу. Талант не пропьешь, как говорится. А вы все это ваши для дробов. Вот это первое. Да. Когда у нее пальчики кончились, стали покороче, ему велели стирать носки, чтобы развивать руки, а он говорит, зачем я буду носки стирать, я лучше буду рисовать. Вполне осташковский пейзаж. Я ее даже выкрала у него, думаю, вдруг куда-то уплывет. Ну, такие обычные пейзажи, как большинство в городе занимаются, рисуют пейзажи, продают. А потом подумал, что должна быть какая-то литературная основа. И даже более того, чего-нибудь надо научать картинами. Иногда научает. Вот он какую-нибудь историю расскажет в провинциальной жизни. Какая-то девушка мечтает о московском принце или еще о чем-нибудь. А сюжет видно, я же говорю, я рисую то, что знаю, то, что вижу, раз и все. А так как мне придумать, я особо не придумаю, что-то придумать. Там оно все придумано, есть в природе все, ну, то есть в жизни и все. А там просто только единственное, что как разместить, как преподнести то есть проблемы в чем все. Самая проблема. Да, а как преподнести? Ну, а преподнести вот пока вы уже смогли. Скажи, ну, расскажи, как вы на лодке плавали. Откуда? На лодке? Это вы плавали на лодке, а не на плавах. Я вот, я на вас смотрел, я же музыкант. Вот, вы там плывете, а это вот Куфюга вас тащит. Куфюга, вот художник. Поэты тащит музыкантам. Да, вот Куфюга для человека тащит, что он, какую баржу всю. А баржа вот поет. Тапочки стоят у двери, чьих-то ног как будто ждут. И я тоже жду и верю, что друзья ко мне придут. Любой стих, ну, нормальный, чтобы стих был, если о чем-то там есть. Ну, да. Снежок-бережок, собачка-бережок, а вот такой же он, такой, стих такой, где-то там чушь. Ну, вот можно. То есть метод такой, берете стихи? Не, я могу, я могу, знаете, не только, я вообще начинал не стихи, а не кинофильмы у меня есть много. На притчи, на пословицы, на анекдоты и житейские такие истории такие. А, ну вот, вот, давайте, атака называется. Атаса, веселись, рабочий крас. Песень, да, песню, это на песню, на песню, на группу любая. Так начинали писать доносы, да. А тот уже звонит куда-то. У вас осведомители как-то. Там собрание весь разбирают на собрании. Это коллеги же. Коллеги, да. Коллеги, да, это коллеги. А это что? Шумерская поговорка. Женщина мужчине говорит, говорит, все равно умрем, давай все потратим. А мужчина говорит, а жить-то долго, надо копить. А жить-то еще долго, надо копить. Ну, на картине называйте, снимите розы в очки. Увидите, да? Человека со змеями в руках. Это образ просто, образ, можно сказать. Ну, умер порядка, что ли, вот так вот. Саша как-то раз зашел, а Саши нету. Оля говорит, поехал на работу. А потом Саша звонит мне в Москву. Я говорю, Саша, а ты не на работе. Он говорит, ты не, говорит, я Ольке сказал, что, говорит, на работу. А сам поехал смотреть тут выступлю. Пикассо, говорит, поехал смотреть. Сбежал, сбежал за Сташкова, поглядеть на Пикассо. О, потом еще ездил много. Я сразу серию, немножко картин сделал под Пикассо. Сразу такие у меня есть тоже. Вот такие немножко, с дуриной. В польске. С дуриночкой как-то так. Ну да, такой вот дуринкой. Потом он дуринки как застал, мне вот Аркадий посоветовал не рисовать вот эту вот дуринку. Я хоть и под дуринку, но так чуть-чуть, заметно, да? А он говорит, потом это самое, вот такое сумасшествие не надо, потому что на сканцию людей, во-первых, с ума сведешь. По-разному реагируйся, сам немножко. Но я так подумал, и правильно было. Я как-то порисую такие картиночки, у меня болезнь потом начинается на две недели, так заболеваю. А сейчас вот не болею, вот так и рисую, не болею, хорошо. Дайте в руки мне гармонь, золотые планки. Парень и девушку домой провожал с гулянки. Вот провозил, а стал играть так на гармоню у девушкиной. И вот они женились, да, там уже пара, там ребеночка может где-то, где-то в люке может. Вот она вяжет, он играет. Как играл, так играет гармонь. Это Пенелопа. Я вообще-то говорю, портрет дочери, на дочери мою похоже. У меня, вы знаете, бывает вот эти вот, рисую я, но это чисто так, и случайно происходит. Я посмотрю, вылетает, вот это не специально. Кто, на кого-то похоже вылетает. Родочки. Переправа, надо перебрать, ну, люди, есть такой зарплаты, ну, перевозят людей на другой берег. Вот один сел, да, и вот гребет, да, вот этот, вот кто-то, паромщик, не знаю, переправщик, да, вот этот. Перевозчик. И на одном весле написано молись, на другом трудись. И молится, и гребет, и молится, что-то. А он говорит, слушай, зачем ты это гребешь, и гребешь, зачем молиться, ты не понимаешь, ну, трудишь и трудишь, все равно дело-то идет. А вот смотри, как дело пойдет, он бросает одно весло, где молись написано, и лодка пошла по кругу. Когда ты картина можешь такой, вот, вот, а, вот это вот хорошая картиночка, да. Игольная ушка. Игольная ушка. Как тяжело быть богатым. Да, это уже самая маленькая частица, частичка самого большого оркестра. И все это без иронии сделано, это сделано с любовью, потому что ирония все-таки такое-то хладнокровное отношение, наверное, к предмету, да, о чем рассказываешь. А у Саши как раз получилось совсем никакого хладнокровия. Мне кажется, это очень близко, ну, всякому человеку, что, ну, кто как-то вот любит, там, с людьми бывает, там. Мы рады, что у нас в доме такой творческий человек. Мы его понимаем. Мы его пустили в свободный полет. Девчонки его не ограничиваем. А это не опасно, свободный полет-то? Я думаю, нет. Он разумный человек. Нет, я думаю, нет. Девчонки его не ограничиваем. Субтитры делал DimaTorzok Док-док!